Всем привет! С вами снова Серджи Рева. Добро пожаловать на канал о жизни в Швейцарии. Ну что, в Цюрих наконец-то пришла весна. У меня сегодня наконец-то выходной. 25 марта, четверг. Люди идут на работу, а мы с вами идем на утреннюю прогулку. Ну что, давайте начинать! Начинаем наше видео под мостом. Смотрите, с той стороны находится старый ботанический сад. У меня есть видео о нем, можете посмотреть, будет ссылка в подсказках. А мы с вами прогуляемся сегодня вдоль канала Шансенграбен. Это довольно популярное место прямо в центре города. Здесь собираются почти все офисные работники на обеде. Но сейчас утро, поэтому никого нет и можно пройтись. Кофе есть, утро есть, солнце есть. Как раз самое время гулять по Цюриху. Примерно с 11 часов утра все эти лавочки будут забиты. Здесь будет стоять очень много людей. Люди покупают еду на вынос, потому что у нас до сих пор карантин. И проводят ланч здесь, возле канала. Но я вам хочу сказать, что и до карантина, например, когда я здесь работал в банке возле парады Плац, мы очень часто в хорошую погоду выходили сюда с едой и проводили ланчи здесь на воздухе. Народ разошелся на работу, сейчас 9 часов утра и никого. Прекрасное время. Смотрите, какая стая уток проплывала мимо. Канал довольно глубокий. Посмотрите, здесь даже видно дно. И ходят по нему обычно небольшие лодочки, либо люди на вот этих бортах, я даже не знаю, как это называется. Есть маленькие лодочки типа Каноэ, там где люди сидят и проходят вдоль канала к озеру. А есть еще такие борты, на которых стоят и тоже идут к озеру. А здесь хочу показать вам одно секретное место на заметку. Я о нем не знал, но очень часто выходил сюда на обед и узнал о нем. Смотрите, возле Беренбрюгли, Медвежьего моста, здесь есть такой маленький фонтанчик. И рядом возле него растут магнолии, огромные магнолии, белые и розовые. Смотрите, они постепенно начинают распускаться, и здесь будет очень-очень красиво, когда они наконец-то распустятся. Это белые. И смотрите, какое огромное дерево. А рядом возле белых еще растут такие нежно-розовые магнолии. В прошлом году они уже распустились 16-17 марта. А сейчас из-за затяжной зимы они еще не распускаются. Но у вас как раз будет время на то, чтобы приехать сюда и сделать красивые фотографии для вашего Инстаграма. Вместе с цветущими магнолиями. В прошлом году они выглядели просто прекрасно. А сейчас, смотрите, только распускаются огромные цветы. Красотища! Здесь тоже, если вы приезжаете во время обеда, полностью вся эта площадь и весь этот парапет будут забиты людьми со своей едой. Поэтому я бы советовал приезжать где-то либо до обеда, либо после обеда, когда все офисные сотрудники уже разошлись, покушали, отдохнули и пошли обратно работать. И здесь, смотрите, еще одно место для ланча, даже внизу сидят люди, о котором мало кто знает, потому что оно находится за офисами. И здесь тоже люди приходят, садятся на эти ступеньки и проводят свой ланч здесь. Прекрасное место. Посмотрите, прямо под офисами есть такой небольшой живой уголок. Я бы так сказал. Как я уже сказал, погода у нас была не ахти, поэтому те, кто давно подписаны на мой канал, наверное, заметили, что у меня не часто выходили видео в марте. Потому что, знаете, ну как-то нечего особо было снимать. Все было очень серое, снег с дождем, холодно. И хотелось только сидеть дома и вообще никуда не выходить. Поэтому с таким настроением я даже не пытался что-то снимать, потому что, ну зачем, знаете, зачем портить себе и вам настроение. Смотрите, как отсюда хорошо видно магнолии, Иву и уточек на канале. А мы с вами идем дальше. Мне очень нравится то, что здесь сделали вот такие проходы под основными дорогами. То есть вам не нужно стоять на светофорах, ждать. Вы можете просто пройтись под дорогой. Слышите, трамвай проезжает прямо над нами. Можно пройти здесь внизу, поздороваться с утками проплывающими, если они есть. И выйти на другую сторону. Выйдем на солнышко, я надеюсь, все будет видно. На солнце у нас тепло, градусов, наверное, 15. Ночью может быть 0-1, но постепенно температура идет вверх, что очень радует. Можно гулять и наслаждаться Сюрихом. Пока мы идем к озеру, немножечко расскажу о карантине, который у нас продолжается. Очень многие говорили, что 22 марта откроют хотя бы террасы, спортивные залы и вот такие заведения. Но наше правительство решило, что рановато и отложили открытие ресторанов или террас, спортивных залов и всего остального. Единственное, что упростили или послабили карантинные меры в том, что сейчас могут собираться не 5 человек, а 10 человек внутри помещения, в доме, например. И на улице до сих пор действует правило 15 человек. Магазины открыты, ну а рестораны, бары, все такое, все пока закрыто. Уточки. Уточки, уточки. Поэтому люди в основном гуляют на улице, пришла весна, потеплело, едят люди тоже на улице. Ну честно говоря, я не особо понимаю эти карантинные меры, когда даже террасы не открывают. Что я вижу, например, на обеде, это все сидят вот на таких вот парапетах, никто не соблюдает никакую дистанцию и все просто едят. Но как бы на террасах, мне кажется, это все было бы немножечко более организовано. И смотрите, как раз вдоль канала мы с вами вышли к Цюрихскому озеру. Постепенно, очень быстро, без транспорта и автомобилей. Вот он канал, по которому мы шли. И мы сейчас пройдем опять внизу под дорогой, чтобы не переходить по светофорам. И выйдем посмотреть на озеро. Все цветет, пахнет. Или это я пахну? Непонятно. И вот мы с вами как раз вышли к Цюрихскому озеру. Видно Альпы наконец-то. Наконец-то солнышко светит и нет дуч. Можно ходить гулять и наслаждаться свежим воздухом, пока все закрыто. Здесь у нас есть часы с клумбой. И на этой неделе как раз меняли все цветочки в этой клумбе. Похоже, не только у меня сегодня выходной. Смотрите, люди сидят на лавочках, загорают. Работать не нужно. Хотя, может быть, это те, кто сидят на пособии. Интересно. Либо пенсионеры. Фонтан, который этой зимой даже замерзал. И у меня есть видео, как здесь по нему спускались сосульки. А сейчас все оттаяло. И вот такая вот красотища. Видите, дальше в горах еще видно, что лежит снег. Красота. Если у вас холодно еще, дожди, либо снег, как раз, мне кажется, будет приятно посмотреть на Цюрихское озеро и начало весны в Цюрихе. Как раз хотел показать вам парк. Смотрите, все постепенно зеленеет. Цветут цветы. Ну и я надеюсь, что скоро, может быть, постепенно будут ослаблять карантинные меры. И мы будем наслаждаться весной не только в парках, но и где-то на террасах ресторанов. Смотрите, как мило. Сидят и завтракают. Что происходит? Происходит что-то непонятное. Здесь, похоже, вышел детский сад на прогулку. И вот так вот сегодня выглядит Цюрихское озеро. И начало весны. Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, эта прогулка была вам интересной. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok